Сочи – круглогодичный курорт международного класса. Столь высокий статус город приобрел благодаря зимним играм 2014 года. Безусловно, олимпийский бренд и наследие сыграли свою роль в увеличении туристического потока. Но, как отметил глава города Анатолий Пахомов, далеко не главную. Формирование турпродукта и систематическая работа по его продвижению – вот основополагающий успех российского курорта. «Интересы проявляют туроператоры Европы, туроператоры Китая, Ирана. И мы очень довольны этим. Но я еще раз повторю, что туризм – это та отрасль, которая в обязательном порядке нуждается в хорошей рекламе». Будут гости – будет и прибыль. Сегодня туризм рассматривается как реальный сектор экономики. Но он требует, безусловно, инвестиций, как бюджетных, так и внебюджетных, над тем, как их привлечь, думают в том числе и законодатели. Федеральная целевая программа по внутреннему и въездному туризму показала свою неэффективность. Сейчас Государственная дума и правительство рассматривают другие варианты финансирования регионов. «Мы сейчас ведем консультацию с правительством, какой другой инструмент и, может быть, по другому принципу, чтобы в бюджеты регионов на развитие туризма в каком-то виде выделялись средства. И второе – нужно, конечно, создавать условия для привлечения внебюджетных инвестиций». Сегодня в Сочи развиты самые разнообразные формы туризма. Морской, горный, событийный, спортивный и даже экстремальный. Есть идея открыть новое направление – агротуризм. Вложений много не потребуется. В распоряжении курорта есть все необходимые ресурсы. Взять хотя бы чайные плантации. Там можно познакомиться со сложным технологическим процессом, вкусить его плоды и заодно поправить здоровье. «Этот город создан не только для Олимпиад, не только для больших событий, но и для того, чтобы нормальный, простой человек мог приехать в наш город, в Сочи, и получить очень высокое качество обслуживания, во-первых, и, во-вторых, получить какую-то толику здоровья и новых сил для будущей работы». «Туризм – инструмент мира» – вот еще один тезис, обозначенный на общественном совете. Точнее, он был выдвинут несколько ранее в рамках петербургского диалога. Заседание также состоялось в Сочи. Представители России и Германии обсудили, как туризм может сближать людей. Вопрос актуальный, особенно учитывая сегодняшнюю международную обстановку. Объединить страны, по мнению участников, сможет в том числе перекрестный год туризма 2018.